Субтитры делал DimaTorzok Он признан виновным в хищении бюджетных средств Следствием и судом установлено, что Смолев выписывал себе премии Примировал он их третьих лиц К примеру, на поощрение себя и нескольких депутатов он воспользовался целевыми деньгами Предназначенными на выполнение долгосрочной программы развития муниципальной службы Муниципального образования Александрский район В результате бывший руководитель присвоил около 365 тысяч рублей, которые выписал себе в виде премии Всего же, по оценке следователей, Смолев допустил присвоение и растрату почти 800 тысяч бюджетных рублей Иномарки учатся летать Выходные сразу два автомобиля марки BMW попали в аварии во Владимире В ночь в субботу на воскресенье одна из иномарок упала с моста через Рпень За рулем BMW 316 находился мужчина 80-го года рождения А в салоне машина трое пассажиров Машина пробила ограждение на мосту и опрокинулась кювет По предварительным данным, авария произошла из-за несоответствия скорости BMW к конкретным дорожным условиям В результате водителя один из пассажиров были госпитализированы с многочисленными травмами Остальные проходят лечение амбулаторно Информацию о том, был ли пьян мужчина за рулем и ГИБДД пока не сообщают Еще одна авария с BMW 525 модели произошла в субботу вечером на дамбе в Загородной Владимир с 89-го года рождения не справился с управлением и врезался в отбойник Госатой инспекции пояснили, что признаков алкогольного опьянения у водителя не было Сам же мужчина в соцсетях написал, что его подрезал внедорожник Из-за этого он и не справился с управлением Нарушил правила маневрирования, в результате чего совершил столкновение с металлическими ограждениями В результате данного дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомашины BMW 99-го года рождения Получила телесные повреждения, ей была также оказана медицинская помощь на месте После чего она была отпущена домой Притеснение малого бизнеса или бюрократическая проволочка С удобного для пенсионеров и инвалидов места могут убрать старейшую в городе часовую мастерскую Куда ее хотят переселить и кому она могла помешать? Ситуацией разбирался Александр Инин Большая стрелка падает, когда светку и отстают Этой часовой мастерской уже больше 60 лет и все это время она на одном месте в торговых рядах Другое такое, пожалуй, не осталось во всей области Часы сюда можно принести какие угодно Будильники наручные, настенные, старинные Мастера быстро найдут причину поломки и починят за смешные по сегодняшним меркам деньги Вот эти часы перед Днем Победы привезли из Радужного Это привезенные с войны часы, видимо, у них из родственника Привез их из Германии По окончании войны домой возвращался И будем говорить, как трофей Так в то время говорили Мастера здесь со многолетним стажем Часовщиками стали сразу после школы И так с тех пор не изменяли выбранные профессии Творческая работа Тут каждые часы по-разному Поломки все время разные И поэтому Интересно, вот принесли тебе лом А ты они на ходу О больших доходах часовщики не думают Ведь их клиенты в основном Пенсионеры, инвалиды, ветераны Молодежь-то часы сейчас не носит Все больше современными гаджетами пользуются Ремешок, штырек выпал И то только сюда обращается А куда? Больше некуда Вот я принес часы Это мне подарили их на свадьбу Прошло уже сколько лет, да? Они мне дороги, как память Если бы не было мастерских Я бы просто не смог бы их где-то отремонтировать Клиенты и не догадываются Что скоро могут не увидеть Часовую мастерскую на привычном месте Из-под арки торговых рядов Ее хотят перевезти в здание на Гагарина Под самую крышу Какие у нас клиенты? Люди пожилого возраста Даже приходят парализованы после инсультов Если мастерская сменит адрес Многие клиенты просто не смогут до нее добраться По этой крутой лестнице А переезд возможен потому Что истек срок аренды помещения Под аркой И по идее балансодержатель Департамент земельных и имущественных отношений Должен выставить его на торги Но площадь помещения меньше 20 квадратов И в этом случае по закону о защите конкуренции Площадь может остаться за часовой мастерской Без проведения торгов И вот уже целый год идет переписка Чтобы социально ориентированное предприятие Оставили на том месте, где оно сейчас Хозяйка мастерской пишет чиновникам Чиновники ей и друг другу В итоге, по словам часовщиков Помещения все-таки выставили на торги По бумагам департамент имущественных и земельных отношений Во главе с вице-губернатором Еленой Мазанько Против часовщиков ничего не имеет И именно этот департамент должен согласовать с ФАС Вопрос о том, чтобы часовщики и дальше работали там, где работают сейчас А за мастерскую почему-то хлопочет департамент предпринимательства В ФАСе говорят, что это неправильно И именно поэтому до сих пор антимонопольщики Не дали согласия на предоставление мастерской льготного права И дальше находиться подаркой торговых рядов В данном случае пакет документов должен был предоставлять департамент имущественных и земельных отношений Пакеты документов предоставляли департамент предпринимательства торговли сферы услуг То есть вы-то по закону ждете пакет документов от баланса держателя, да? Да, все правильно, абсолютно верно А нам подают абсолютно другие люди Сознательно или нет, департамент Елена Мазанько Не подает в ФАС документы на право нахождения часовой мастерской Подаркой торговых рядов нам неизвестно Помощница Мазанько сказала, что Елена Ивановна не может дать нам комментарий И предложила нам тоже вступить в переписку с департаментом имущественных отношений Между тем создается впечатление, что это уже не первый конфликт предпринимателей С данным департаментом после того, как его возглавила Елена Мазанько В прошлом году СМИ рассказывали о выселении из торговых рядов сувенирного магазина Который проработал на одном месте 24 года И в котором были собраны все владимирские промыслы У нас президент за развитие туризма, за поддержку художественных промыслов Наши владимирские руководители вовсе на бороться делают Знаменитый сувенирный магазин не смог отстоять своего права находиться в торговых рядах И вынужден был переехать Если переедет и часовая мастерская И наши бабушки и дедушки с палочками Вынуждены будут подниматься в мастерскую по крутой лестнице Это будет позор Александр Инин, Артем Горчаков, 6 канал Социальных маршрутов становится больше Завтра добавится еще один По единому социальному проездному на нем можно будет проехать От микрорайона Энергетик до Площади Победы Какой еще маршрут планируют запустить перевозчики И когда можно будет отслеживать движение автобусов онлайн Все подробности у Алексея Дудина Еще один социальный С 17 мая действие единого социального проездного билета Будет распространяться и на маршрут номер 15 Такой подарок на лето жителям Энергетика сделали в компании АДМ В этот микрорайон ходят автобусы двух маршрутов 21С и 15 И если первый уже давно является социальным То во втором проездной не работал Пассажиры платили 18 рублей за проезд Теперь же и на нем можно кататься Имея единый месячный билет Я вот езжу иногда в сад Каждый день езжу Два раза вот туда А на 15-й до Боревестника Удобно тоже доехать По проездному? Да А раньше денежку платили? Ну а как же, платила Сделать 15-й маршрут социальным Перевозчик попросил депутат по микрорайону энергетик Сергей Киселев Жители неоднократно обращались к нему с этим вопросом О том, что изменения вступят в силу с 17 мая Пассажиров оповещает кондуктор Единственное действовать Единой социальной проездной на 15-м маршруте Будет только до Боревестника Дальше за деньги Также на табличке пассажиры не увидят привычную букву С Еще одно изменение владимирцев ждет осенью Через две недели компания АДМ представит на согласование В мэрию новый маршрут Перевозчики планируют пустить автобусы по улице Тракторная Связано это с будущим открытием большого гипермаркета Рядом с Мегаторгом Будет ходить по улице Тракторная Проходить это в любом случае Скорее всего это ракатка мимо Пакома Будет около ДК молодежи График скорее всего будет разрывной Потому что основной поток, как мы понимаем, граждан будет либо в утренние часы, либо в вечерние То есть это начало рабочего дня и конец Сейчас на автобусе добираюсь И потом вот пешочком идут сколько тут, километр, полтора Будет удобнее добираться Приехал и все Вполне удобно, если будет от беда ходить какой-нибудь автобус Также в скором времени за передвижением автобусов можно будет следить и в интернете Сейчас разрабатывается специальное приложение Принцип действия прост Данные о местонахождении автобуса Передаются на спутник с помощью системы ГЛОНАСС Уже установленной в общественном транспорте Пассажир сможет видеть передвижение автобусов на линии, на маршруте Я думаю это будет очень удобно для пассажира Можно всегда открыть телефон Не стоять какое-то время определенной на остановке Подходить, рассчитывать свое время и подходить к своему транспорту В приоритете остается и работа с ветеранами В автобусах, на маршрутах, которые обслуживает компания АДМ Участники войны, труженики тыла, инвалиды, узники концлагерей и сопровождающих лица Могут ездить абсолютно бесплатно Алексей Дудин, Александр Мажаров, 6 канал Прямо сейчас коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня Более 7 тысяч должников могут остаться без газа Им отправлены соответствующие уведомления Сдолжало население 123 миллиона рублей Региональный Газпром рекомендует гражданам расплатиться по счетам как можно скорее В будущем году платить придется больше С должника возьмут не только сам долг, но и стоимость работ по отключению придется оплатить На погашение долга у жителей региона есть 3 месяца после отключения Если этого не произойдет, Газпрому придется обратиться в суд К слову, в прошлом году от газоснабжения были отключены 1675 потребителей Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством Такой награды удостоен сети менеджер Владимира Андрей Шохин Медаль он получит из рук президента России Само награждение будет сопровождаться формулировкой За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Учреждена медаль в 1994 году, а выполнена она из серебра На лицевой стороне изображен знак Ордена за заслуги перед Отечеством А на обороте девиз «Польза, честь и слава» Своим указом Путин отметил и тренер Владимирской школы самбо Ивана Стахеева Ему присвоено звание заслуженного работника физической культуры Долгожители региона поздравит президент Персональные пожелания от главы государства получат 155 пенсионеров В мае они отметят 90, 95 и 100-летний юбилей Причем представительность прекрасного пола среди долгожителей большинство Их 125 человек А больше всего долгожителей проживает во Владимире, Муроме, Коврове, Александрове и Гусь-Хрустальном Охота на велосипеды за последние дни Только во Владимире своих двухколесных лишились два человека 45-летний мужчина велосипед оставил на лестничной площадке дома без присмотра Этим воспользовались воры А вот другой потерпевший повесил на свой транспорт замок Правда, зацепил его за заднее колесо Воры его открутили, а велосипед стоимостью 15 тысяч рублей забрали Правоохранители добавляют Чаще всего похитители пользуются именно беспечностью граждан Поэтому блокировочными устройствами пренебрегать все же не стоит Летучая во Владимире Накануне известная телеведущая посетила наш город с очередным визитом Правда, на этот раз ее задачей была не проверка ресторанов и гостиниц А общение с владимирцами Елена Летучая провела встречу с поклонниками Поделилась секретами красоты и личного успеха С грозой всех рестораторов пообщалась Валерия Саенко Когда на вас начинают кричать, моя реакция такая Я начинала улыбаться Я говорила, зачем вы кричите? Я всегда всем советую, если вдруг на вас кричат Если вдруг какая-то агрессия идет от людей Вы улыбаетесь На самом деле всех раздражает Профессиональные тайные секреты красоты и первые шаги в телевизионной карьере Мастер-класс, личный рост и роль современной женщины Елена Летучая проводит на собственном примере в модном салоне красоты Чезари Понти Главный посыл аудитории Никогда не бойтесь изменений Сама она ради призрачной работы на телевидении бросила карьеру финансиста Теперь понятно Не прогадала Поклонники довольны Я ждала узнать что-то о ней новое, откровенное Какие-то подробности жизни, подробности успеха И я получила то, что хотела Мне очень понравилась атмосфера в Чезари Понти Я здесь первый раз И я чувствую прям море восторга Встреча с поклонниками стала возможна благодаря салону красоты Чезари Понти Мастер-классы со знаменитостями здесь устраивают уже не первый раз В качестве гостей тут уже побывали стилисты Владислав Лисовец и Александр Рогов А вот Елена Летучая может научить женщин не только хорошо выглядеть, но и добиться успеха в жизни Такой комплексный подход к личности для салона красоты – прорыв Мы хотим видеть Чезари Понти не просто современным салоном красоты А модным местом, где встречаются люди, идеи, разные события Привез Елена Летучая – это незаврядная личность Этим успехом она заряжает нас, зарядила аудиторию, зарядила меня лично Я думаю, что каждый из нас что-то подчеркнул из истории ее жизни Сама Елена призналась – такая атмосфера на встречах складывается не всегда Звезда даже разоткровенничалась – так ее покорили владимирцы Но у Летучей без проверки никуда В салоне перед выступлением она провела ревизию Это как-то не только салон Вот здесь такая атмосфера И я уверена, вот я была в кабинете, делала маникюр Мне было очень комфортно Маникюр сделали очень хорошо, на пятерочку А еще хочу сказать, чисто профессиональным взглядом Меня это просто не отнять Я посмотрела на продукции, на которые работают И это одна из лучших продукций в принципе Валерия Саенко, Артем Горчаков, Шестой канал Готов к труду и обороне Во Владимире завтра пройдет масштабная акция по сдаче норм ГТО Кто может получить значок отличника, зачем он нужен и как проверить свои силы Об этом нам расскажет начальник городского управления физкультуры и спорта Алексей Колесников Сегодня он гость студии Шестого канала Алексей Иванович, здравствуйте Здравствуйте Итак, нормы ГТО у нас во Владимирской области, во Владимире, сдают уже третий год Вот расскажите, пожалуйста, как все начиналось и сколько народу уже примерно проверили свои силы 13 марта 2013 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин На заседании, посвященном детско-юрскому спорту Предложил возобновить сдачу норм ГТО И в 2014 году уже Владимирская область в составе 12 регионов Как пилотный проект начали сдавать нормы ГТО И за 2014-2015 год у нас в городе Владимире сдали 1230 человек Ну вот сразу, можно сразу вопрос? Как вы оттягиваете подготовку владимирцев, которые уже сдали? Какие результаты показывают? Вы знаете, Владимир спортивный город Но, к большому сожалению, очень часто я встречаюсь с подростками, с молодежью Физическое воспитание, к большому сожалению, очень сильно хромает И наша задача, в том числе и с помощью ГТО, чтобы привлечь наибольшее количество молодежи К систематическим занятиям И чтобы значок, даже не обязательно золотой, может быть бронзовый и серебряный Чтобы он был ценен и востребован в молодежном обществе А то, что он востребован, это доказало Совсем недавно губернатор Владимирской области, Светлана Юрьевна Орлова Вручала золотые значки в присутствии спортивной общественности Чуть позже мы в Доме офицеров При той же спортивной общественности города Владимира Мы вручали серебряные и бронзовые Около 50 значков И на самом деле это было в присутствии школ Целый зал был школьников И они восприняли, кто не смог добиться этого значка Я думаю, что с определенной некой такой завистью по-хорошему Я думаю, что впоследствии они сделают все возможное, чтобы тоже получить такой значок То есть пока получается, что за два года всего лишь 50 значков Да, значков Но это ограничение такое И казалось бы, немного из-за чего Потому что в рамках пилотного проекта В Минспорте обозначили некую возрастную категорию То есть это там получалось с 12 до 14 лет То есть мы принимали у всех А вот именно официально Именно возрастная группа 12-14 лет Ну выбрали как пилотный проект А сейчас с этого года не только 12 регионов Но и все регионы Российской Федерации Уже подключились к этому проекту И на специально оборонных площадках Принимают эти нормы у всех У всего населения У всех жителей областных центров И областей, и регионов Я знаю, у Владимира завтра пройдет масштабная акция По сдаче норм ГТО Расскажите, пожалуйста, где она будет проходить, во сколько И кто может сдать нормы? У нас впервые, то есть не только школьники Но и все возрастные категории Завтра на стадионе Лыбедь в 17.00 Мы проводим эту акцию Мы принимаем легкую атлетику Стрельбу, дальше подтягивания И силовые упражнения Но я хочу повторить только у тех жителей Которые зарегистрировались на сайте ГТО Официально это нетрудно Насколько сложные нормы? Возможно ли их сдать? Вот вы пробовали сдавать нормативы ГТО? Да, завтра мы в полном составе Я считаю, что будет большое количество Муниципальных служащих Управления физкультуры и спорта В полном составе Завтра мы участвуем в сдаче Ничего сложного нет Я думаю, что каждый житель города Может попробовать, прийти И, в общем-то, я думаю, что результаты будут хорошие Уже сейчас зарегистрировано на сайте 8 тысяч владимирцев И я думаю, что все они, зарегистрировавшиеся Будут принимать участие на наших площадках В городе будет действовать 5 площадок Вы сказали, что вы хотите проверить свои силы Всем управлением То есть коллективные заявки вы тоже принимаете от организации? Да, и коллективные заявки И отдельно, и по одному, и группами И, как говорится, и парами, как угодно Пользуясь случаем Я хочу всех жителей города Владимира Пригласить на сдачу норм ВТО В течение лета будет несколько этапов Заходите на сайт Управления физкультуры и спорта Администрации города Владимира Там все прописано, там все ясно Там все понятно И зайдите на сайт Минспорта В раздел ВТО Зарегистрируйтесь, приходите к нам Мы всех вас с большим удовольствием ждем И надеемся, что вы к нам придете Спасибо большое Я напомню только что Мы беседовали с начальником управления физической культуры и спорта Алексеем Колесниковым Музыка вне времени и политики В Владимире прозвучали знаменитые песни Эдит Пиаф Одна из лучших французских исполнителей Кристель Лури впервые выступила с концертом в России В рамках культурных и дружеских связей двух стран Удалось ли певице передать очарование Франции владимирским зрителям Расскажет Маргарита Махрова Аккордеонист Одна из первых песен Эдит Пиаф Хрупкая маленькая певица Ростом всего 147 сантиметров За свой стильный и страстный голос Получила прозвище «Рычащий воробей» Она стала одним из символов Франции 20 века Для певицы Кристель Лури Песни Эдит Пиаф это больше чем искусство На создание музыкального моноспектакля О жизни и творчестве великой француженки Кристель отважилась в 2012 году С программой посвящения Эдит Пиаф Она впервые приехала в Россию Концерт певицы организовали в рамках Культурных и дружеских связей России и Франции Когда мы были во Франции То посол России Попросил нас, чтобы состоялась такая акция Мы, естественно, откликнулись на эту акцию Потому что Эдит Пиаф любит все Любит во всем мире Любит у нас в России Какие бы отношения ни были Но народы всегда дружат Дружили и будут дружить И французы, простые французы Прекрасно относятся к России И это очень важно По словам французской делегации В культуре Франции и России Больше общего, чем кажется Язык музыки стирает границы и барьеры Концерт Кристель Лури во Владимире Начало крупного культурного проекта двух стран Песни и культура Это всегда, как говорят французы Сан-Франтье Без границ так и получилось У вас, Владимирцев, есть практически у всех своя Кристель Лури в душе Эдит Пиаф перенесла 15 автокатастроф и множество любовных трагедий Все переживания отражались в песнях В репертуаре знаменитой француженки было более 400 композиций Одни из самых известных Жизнь в розовом цвете Милорд, я ни о чем не жалею На всю жизнь певица сохранила любовь к Марселю Сердану Погибшему в авиакатастрофе Одна из самых сильных и глубоких песен Пиаф По мнению Кристель Лури Прекрасная история любви Посвящена ему Она вне времен и никто никогда не сможет ее заменить Что я пытаюсь сделать, я пытаюсь зрителей ввести во вселенную, в мир Эдит Пиаф То есть я стараюсь отдать всю любовь, которая есть во мне, исполняя эти песни Потому что сама Эдит, она была сама любовь, скажем так Владимирские зрители признаются, Кристель Лури услышали впервые На концерт привлекла романтика Франции и громкое имя Эдит Пиаф Я ни разу не слышала французское пение живьем Мне нравится Эдит Пиаф, я поклоню свое творчество В трагичности романтика и душа, и вся ее трагичная судьба в ее песне Певицу пригласили на гастроли по области в следующем году Кристель Лури покорила публику искренностью и непосредственностью исполнения Маргарита Махрова, Константин Миронов, 6 канал Это все, о чем вам успели сегодня рассказать Впереди еще немного полезной информации, прогноз погоды Спасибо, что провели это время с нами Всего доброго и до встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова